Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждые субботы и воскресенье. 15.30 по субботам курс нутрициологии. Лекции читает Украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.30 по воскресеньям курс лечебное питание природа для восстановления здоровья. Научный руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 16.00 курс врач инфекция лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Учитает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». 17.00 курс «Актуальные вопросы от ариноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30 курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Собакин и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 курс «Нефрологии». Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30 объединенный курс «Нефрология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаева. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00 курс «По общей врачебной практике». Читает Стримохов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенью. Курс «Живые легенды». Уникальное интервью с горифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера «Ассоциации педиатров» на сайте www.edodefispediatrics.com. Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте. www.edodefiscerano.ru До встречи, выходные! Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Сирано»? «Сирано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Сирано». Добрый день, уважаемые коллеги. Разберем тему мануальной терапии в реабилитации больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Проблема современная, актуальная. Давайте коснем все ее. С чего начну? Конечно, надо начать с обстановки, в которой мы сейчас находимся. В результате с неврозов вы поймете, почему в дальнейшем. Что такое неврозы? Это функциональное нарушение нервной системы. К факторам, располагающим к развитию неврозов, относятся особенности личности, конечно, условия созревания, воспитания, уровень желаний, а также функциональная недостаточность нейрофизиологических систем. Что делает людей уязвимых к психогенам воздействиям. Выделяют три невроза, вида неврозов. Это истерия, невростыния и невроз навязчивых состояний. Наиболее распространенной формой является, конечно, невростыния, для которой характерны общеневротические нарушения. Это головная боль, нарушение сна, а также различные вегетативно-висцеральные симптомы. Поэтому возникают трудности в диагностике заболеваний из-за сложного соотношения психогенных и соматических факторов. Невростыния, в свою очередь, делится на гиперстыническую форму и гипостыническую форму. Для гипостынической формы характерны психическая и физическая астыния, снижение работоспособности, чувство усталости, вялости. Для гипостынической формы, наоборот, чрезмерная несдержанность, нетерпимость, слезливость, нарушение сна, встречается переходная форма, когда одна форма переходит в другую. К невротическим расстройствам относятся и ипохондрические расстройства, так называемый ипохондрический невроз. Когда развивается ипохондрический невроз, развивается у людей с тревожно-мнительными чертами характер. Больной приписывает себе различные заболевания и патологические процессы, которые сопровождаются сомато-вегетативными проявлениями. Невроз представлен неадекватным отношением человека к своему здоровью. Заболевание может развиваться на фоне какой-либо соматической патологии или без нее. Возникает страх, например, за свое здоровье, наклонность и приписывает себе заболевания, которых нет. Причины – конечно, акцентирование человека на пережитом страссе, при сложившейся ситуации, мнительность, болезнь за здоровье близких. Какие невротические проявления? Это удрученность, нежелание что-то делать, апатия, которая может сменяться агрессией, нарушением сна, потерей аппетита. И главное, что эти больные, и в частности дети, обращаются за медицинской помощью. Эти действия могут носить навязчивый характер. Они постоянно приходят, жалобы у них меняются, то один орган болит, то другой, то к одному специалисту, то к другому. Какие соматические проявления у этих больных? Это головная боль, наиболее часто. Головокружение, учащенное сердцебиение, одышка, боль в области грудины, сердца, сустава к спине, отмечается миалгия, отмечается мышечный тонический синдром. И все эти симптомы воспринимаются как тяжелое заболевание. Стрессы были и будут. Я почему начал с неврозов? Потому что, учитывая нашу обстановку, с чем мы можем столкнуться в дальнейшем, какие больные будут к нам приходить. Причин много. Знаете, мы попали в такое время, когда строим капитализм. Это опять идет перестройка. Оптимизация медицинской службы. Мы с вами касаемся. Аттестация. Внешнеполитическая обстановка. Масса информации. То есть стрессы принимают массовый характер. Темп жизни усилился. Избыток идет информации. Неводотворенность социальными условиями, какими-то жизнями. Отмечается умственное и физическое перенапряжение. Снижен уровень культурных взаимоотношений между людьми. На этом фоне такой обстановки. Еще карантин. Инфекция и вынужденный карантин. Поэтому взрослые дети большое количество времени отводят в цифровом формате. Мы с вами знаем. И сейчас тоже проводим обучение. Наши курсанты в дистанционном. Обучение, работа. Это касается и школьников. Это сопровождается, конечно, гиподинамией. Уже педиатры вишут, что увеличивается масса тела у детей. Снижаются физические и адаптационные возможности у детей. Психиатры отмечают, но увеличивалось количество суицидов. Мы знаем эту проблему в интернете, что даже группы какие-то организуют, настраивают детей на суицидальный поступок. Увеличилось обращение к психиатрам на треть. Психиатр тоже отмечает эти изменения. Мы испытываем эмоциональный стресс. Это за счет ограничения контактов между собой, между учителями и учениками. Это страх за потерять работу. Страх, может быть, недостаточно получить знания или отметки каких-то в школы. Страх за свое здоровье. Ну и, конечно, так как большинство стационаров было переориентировано, это тоже ограничение возможности обратиться за медицинской помощью по поводу текущих заболеваний и болезней. Или появление новых жалобов. Это тоже эмоциональный стресс. Все это обусловляет появление массового адаптационного синдрома. Мы испытываем инфрационный штурм, так пишут авторы. То есть это избыток негативной информации в стране и во всем мире практически. Это появление новых штаммов. Эта информация тоже вливляет на наше эмоциональное состояние. Количество заразившихся, умерших, больных. И, к счастью, в нашей стране эти цифры снижаются. Это уже как-то положительно влияет. Как умственное перенапряжение. Все это приводит к развитию массового, как я уже сказал, адаптационного синдрома. И к различным формам невротических и панических расстройств. Клиническая картина которых, вот самое главное, может напоминать симптомы соматических заболеваний. Постковидный синдром. Пишут журналы наши ведущие неврологи. Пишут, что изменения, конечно-ка, будут касаться и головного мозга. Но пока полной информации нет, но уже первые клинические признаки мы видим. Мы испытываем, как авторопис, мозговой штурм. Сетокиновый штурм. Могут поражаться и функциональные системы организма. Центральная нервная система, периферическая нервная система. Иммунная система, кровотворная, как мы знаем. Опорно-двигательный аппарат. И, конечно, поражаются соответствующие органы. Это головной мозг. Но на первом месте клинически наиболее часто это поражение лёгких. Но, как авторы пишут, это может касаться всех функциональных систем организмов. Это касаться и сердца миокадиды, и почек, и паранхематозные органы, и железо внутренних секреций, и другие нарушения. Всё это за временем будет анализировано, конечно, и будет представлено. Мы будем представлять в полном объёме, каких больных мы с вами получим в так называемом постном ковидном периоде. Какая тактика? Прико всех людей, перенесших нервную инфекцию, надо ставить на диспансерный учёт. Что и делается в нашей стране. И проводить комплекс реапелляционных мероприятий. Я думаю, что здесь достойное место будет занимать и мануальная терапия. Реапелляционный центр организуется очень широко, и будет ещё больше. Включается санаторно-курортное лечение. То есть, я думаю, что здесь эффект будет. На последнем конференции в прошлом году, где встречались реабилитологи, и они говорили, что беспрецедентно государство даёт огромное количество денег на реабилитацию. Потому что в нашем российском здравоохранении было слабое место – реабилитация. Сейчас государство относится огромное значение, и отводит большое количество денег на это. Поэтому, я думаю, всё это, конечно, безусловно, скажется на здоровье наших людей. Что такое мануальная терапия? Чтобы понять, какое место она займёт, и что может принести, помочь каким образом нашим больным. Это система диагностики и лечебных мануальных приёмов, направленных на выявление и лечение нарушений деятельности опорно-двигательного аппарата, проявляющейся в виде функциональных блок гипермобильности и регионального пустурального дисбаланса мышц. История развития мануальной терапии у нас в стране. Мы ненавидно отмечали 65 лет развития мануальной терапии в нашей стране. Это огромное спасибо профессору Гайденко, который заведовал кафедрой рефлексотерапии и мануальной терапии в нашей академии. Он съездил в Сехословакию, привёз эту методику, и первый цикл обучения курсантов, он до приёма мануальной терапии, проводился на нашей кафедре. Поэтому за это время проведено большое количество работ, большая практическая работа. Было проведено большое количество нейрофсиологических исследований, которые показали, что положительно влияли мануальной терапии на все функциональные системы организма. При заболеваниях вертоброгенной, невертоброгенной антиологии, и в частности, в восстановительный период нейроинфекции. И здесь мануальная терапия может выступать как самостоятельный метод лечения при логичных заболеваниях и как составная часть целого лечебного комплекса. Какие факторы располагают какие-то патологии, провоцирующие? Это, конечно, физическая нагрузка, переохлаждение и стресс. Возможно, дисплеерна, следственная предрасположенность. При каких состояниях показана мануальная терапия? Это, конечно, прежде всего вертоброгенных неврологических синдромов. Это касается шейного уровня. Здесь рефлекторные синдромы. Это цервикология, цервикокраниология, цервикоброхиология с мышценно-тоническими, вегтативно-сосудистыми или нейродистрофическими проявлениями. Это крышковые синдромы, это вертогенные поражения крышков, корешково-сосудистая синдромы, это радикулы ишемии. Это, конечно, неврологические синдромы грудного отдела позвоночника. Сюда относятся рефлекторные синдромы, это дискогенные, тороколгией с мышценно-тоническими, вегтативно-висцеральными или нейродистрофическими проявлениями. Это крышковые синдромы, поражения крышков, дискогенные. Конечно, это пояснично-коресцовый уровень, сюда относятся люмбага, люмбалгия, люмбоэшалгия, смышленные тоническими вегетативно-сосудистыми или нейродистрофическими проявлениями, корешковые синдромы, дискогенные поражения корешков, включая синдром конского хвоста и корешково-сосудистые синдромы. Что мы видим, что мы получим после нейроинфекции? Какие варианты течения заболевания? После ковидного синдрома могут появиться новые соматические заболевания, могут обостриться хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, могут появиться новые поражения опорно-двигательного аппарата за счет гиподинамии, стресса. Я упор сделал на это в моменты. Могут быть сочетания новых и хронических, и могут появиться, главное, невростенические и панические расстройства. Они, конечно, появятся. То, что мы с вами сейчас в настоящее время переживаем. Поэтому очень сложно определить причинно-следственные связи между заболеваниями соматическими опорно-двигательного аппарата, невростеническими и паническими расстройствами. Симптомы соматических заболеваний и патологии опорно-дивительного аппарата при невростенических и панических расстройствах могут имитировать соматические заболевания и патологию опорно-дивительного аппарата. Поэтому больные часто наблюдаются терапевтами, неврологами, травматологами, мануальными терапевтами. А с другой стороны, в течение соматических заболеваний патология опорно-дивительного аппарата может напоминать невротические и панические расстройства. Ну, конечно, безусловно, они могут и влияют друг на друга. Какие невротические и панические расстройства могут имитировать, так можно сказать, соматические заболевания? Больные жалуются на боли за грудиной, изменение пульта, тахикардия, нехватка воздуха, больные жалуются, головокружение, чувство онемения и покалывания, иногда тошнота, рвота. Может быть, отмечается даже мышцентонический синдром. Редко, но встречаются псевдопорезы, мелкие, наличие триггерных зод и боли в суставах. Поэтому главная задача мануальной терапии, мануального терапевта – наладить контакт с больным. Это уже имеет огромное значение для таких больных. И, конечно, надо провести диагностику с привлечением современных методов исследований, чтобы определить причину следственной связи. Что здесь первое, что второе. Профессор Водчилл в своих клинических лекциях говорил, что в медицине есть такие диагнозы, когда трудно врачу определить, поставить диагноз, определить патогенез заболевания. Вот в частности, может быть, это относится и к неврозу. Зачастую, когда трудно поставить диагноз, да проведите диагностику, больному ставить там невроз, невротические расстройства. Вот в чём трудность. И поэтому, когда приходят больные и поступают к мануальному терапевту, трудно определить, с какого заболевания или синдрома начать лечение. Это, конечно, всё решается индивидуально. Но если вы наладили контакт с больным, то это уже будет шаг к положительной клинической динамике. Но в любом случае надо исключить, прежде всего, соматические заболевания. И поэтому тот же Водчилл пишет, вот эти диагнозы, невротические и панические расстройства, они должны быть на втором плане. Но если вы видите, наладили контакт с больным, больной видит, что вы к нему сочувственно относитесь, успокаиваете его, что начинаете обследование, это тоже больной начинает успокаиваться, верить, и вы, самое главное, решаете для себя, чтобы не пропустить соматическое заболевание. Если имеется соматическое заболевание, конечно, лучше, вероятнее всего, но это решать надо индивидуально, начинать с соматического заболевания. Даже какая-то положительная динамика клиническая, она будет способствовать тому, что будут уменьшаться невротические и панические расстройства. Но это, как правило, решаете индивидуально. Но самое главное, разомкнутый – это патологический круг, потому что невротические и панические расстройства, они усугубляют и течение соматических заболеваний. Соматические заболевания тоже влияют на проявление невротических и панических расстройств. То есть, видите, получается замкнутый круг. И практически, наверное, будет и правильно, что надо обязательно включать параклинические методы диагностики, а не говорить и не думать, что здесь чисто невротические и панические расстройства. Обязательно проводить диагностику. И при соматических, и не при невротических и панических расстройствах показана мануальная терапия. Это показало наше физиологическое, электрофизиологическое обследование и, самое главное, практический опыт. Количество таких больных будет увеличиваться, поэтому их брать, конечно, безусловно, на лечение, на диспансерное наблюдение. И мануальная терапия должна включаться как раз в циклы реабилитационных мероприятий. Я думаю, мануальная терапия займет свое положительное, достойное место. Какие приемы мы используем в мануальной терапии? Начинать надо с приемов мобилизации. Они мелитравматичные, они влияют на мышечный тонический синдром, болевой синдром, способность восстановления функции. Мануальная терапия показана и при соматических заболеваниях, и при невротических и психических расстройствах. Мануальная терапия может использоваться как комплексное лечение, как я уже сказал, но может как самостоятельное метод лечения. Вы берете его и проводите курс лечения. Как правило, курс заключается в 8-10 сеансах. Можете проводить или каждый день, или через день. Это все решается индивидуально. Количество курсов тоже, конечно, безусловно, решаете индивидуально. Практический опыт, но и научные работы показали, что мануальная терапия весьма эффективна при заболеваниях бронхолевочной системы. В восстановительной периоде. Как раз постковидной синдромы. Пневмония, бронхоэктотическая болезни и другие проявления. Весьма активно воздействует на позвоночник. Потому что после длительной карантины, после заболевания, безусловно, есть изменения на уровне позвоночника. Они будут выражаться в функциональных блоках, в органических блоках, изменения внутренних органов. С помощью приемов мануальной терапии мы влиять. Но все это вы решаете индивидуально. Какое количество, через какой промежуток времени, интервал. Ну и учитывать, конечно, степень их проявления. В редких случаях, конечно, надо и нужно использовать и медикаментозную терапию. Но даже если больной уже начал применять медикаментозную терапию, в частности антидепрессанты, то и на этом фоне можно использовать приемы мануальной терапии. Они не являются противопоказанием. Но если вы вовремя начали, если вы полностью проходите курс реабилитации, то, как правило, в большинстве случаев и это преимущество мануальной терапии, что она удается добиваться положительной динамики без медикаментозной терапии. Я вам желаю успехов, здоровья. Вакцинируйтесь, берегите себя. Будьте здоровы.